Всем привет, меня зовут Рамика Фаров, я гид по Осло, а когда нет туристов, то я иногда вожу автобус. У меня на канале есть несколько роликов, что такое работать водителем автобуса в Нарвегии, даже точнее в регионе Осло. И я думал уже, что я рассказал вам все, что можно рассказать, но тут произошла история, которая наверняка будет интересна не только водителям автобуса, я знаю, что есть такие, которые смотрят, ну и обычным водителям. Дело в том, что я умудрился попасть в аварию. И какое отношение было со стороны моей фирмы, какое отношение было со стороны водителей. Почему говорю водителей? Потому что я умудрился стукнуть две машины сразу. Снайпер, профессионал. И, в общем, об этом мой ролик. Так, авария случилась, чтобы так понятно было, в январе, зимний месяц. Хорошо почищены дороги, и я еду расслабленно, и даже не через пик, просто еду в удовольствие, не особо напрягаясь, скажем так, пассажиров мало. И тут мне повезло, что не доезжая, ну сколько там, метров 20, наверное, до кругового движения, вот эта площадь кругового движения, надо было притормозить, и я не смог. Был лёд, который я не заметил. Я думаю, когда едешь, не всегда всё видно. В общем, жму на тормоза, автобус катится, автобус катится, и въехал в одну машину, которая стояла, а та, которая стояла, вступнула в следующую. Скорость была довольно небольшая, там сколько я даже не заметил, 20-30 в час, совсем низкая. И что произошло дальше? Во-первых, первое, что я сделал, ну знаю, что не сильный был удар мне, и я как бы так в зеркало взглянул, увидел, что пассажиры, так сказать, всё нормально, они только бум слышали, и всё. Хорошо, я тут же позвонил на работу, говорю, слушайте, стукнул автобус, похоже, что-то серьёзное, и я дальше на нём не смогу продолжать. С работы диспетчер звонит, какие-то там жертвы, ранения, что-то есть, как сам себя чувствуешь на эмоциональном уровне, всё нормально, всё хорошо. Вон народ сейчас убегает из автобуса, бежит дальше по своим делам. Ну, хорошо, мы тебя высылаем в следующий автобус, и всё. Ну, вышел я из автобуса, извинился, но личный человек всё-таки моя вина. Посмотрели, спросили, как дела, чего, что, сделали фотографии всего, что было, даже не стали заполнять никакие вот эти вот схемы, или не схемы, формуляры. Делали фотографии прав друг другом, лицензионные номера автобуса, там, легковых машин, где кто чё стукнул, и всё. Никто никого не ругался, всё по-человечески, знают, что, ну, когда ездишь на машине, или ездишь на автобусе, аварий, к сожалению, это часть жизни. И всё, как бы разъехались, скажем так. Могли бы разъехаться. Тут я вам расскажу забавной части этой истории. Дело в том, что, во-первых, ну, первое, у нас было три машины, ну, автобусы две машины. Самая крайняя, она уехала без проблем. Средняя, в которую я столкнул автобусом, она не может уехать. Потому что крючок для прицепа зацепился за автобусом. И нам пришлось, скажем так, паровозиком съехать с основной дороги, потому что основная дорога, там пробка стала появляться. У нас одна полоса в каждую сторону. И эта полоса была перекрыта нашей аварией. А чтобы проехать дальше, надо выезжать на встречную перед круговым движением. Сами понимаете, там большущие сложности. Кстати, для тех, кто живёт за границей, имейте в виду, полицию не вызывали, страховых не вызывали. Мы просто обсудили по телефону со своими, там, не знаю, куда-то они звонили. И всё. Дальше. Ну, нам пришлось вот это вот, эта машина. И я, как паровозик, аккуратненько съехать на боковую улицу, чтобы разгрузить трассу. Там мы сломали, доломали мой автобус. Потому что вот этот вот крючок зацепился за раму, которая и так уже была погнутая. И, в общем-то, всё. Другая, в некоторой степени, смешная ситуация была в том, что машина, которую я стукнул, она была на тестовой поездке перед покупкой. И, представляете, как повезло хозяину машины, что вместо того, чтобы он вот уже потерял руки, думал, сейчас вернётся, подпишем контракт, и она продана. И её, её возвращают в битом состоянии. Не просто в битом. А из четырёх сторон машины, по-моему, три были битые. Ну, в Норегии, как правило, все машины застрахованы. Плюс это была вина автобуса, то есть моя. То есть ему деньги все вернут. Но вместо того, чтобы получить деньги за сделку, она у него зависнет, ну, не знаю, на энное количество недель на ремонте. Ну, в общем, получил я такой автобус. Это мой автобус битый, увезли в гараж. Я сделал кружочек и пошёл к начальнику на общение. Говорю, привет, наверняка ты хочешь со мной поговорить. Что случилось? А случилось то, что я стукнул автобус. Мы посмотрели фотографии, обсудили, что и к чём, и всё. На этом инцидент исчерпан. Ну, он, правда, сказал, что, может быть, мы тебя вызовем ещё раз побеседовать, расскажем вообще во сколько это вылилось, то они пытаются на совесть давить. Но с точки зрения финансов я ничего не потерял. Ну, это однозначно. Меня с зарплаты не вычтут. Бонусы какие-то я не получ... Ну, у нас не платят бонусы за то, что люди ездят без аварий. Что там ещё? Ну, не получу я за такой вот красивый значёчек без аварийной поездки за последний год. Или там, ну, знаете, такая мелочь, такая ерунда. Там мне 100-летняя нужна. Тем более, что я, напомню, у меня нету контракта на работу. В прямом смысле слова, что я должен работать 100% занятость, там, или 50%. Я как фрилансер, у меня контракт, я работаю, когда хочу, когда мне удобно. Что это значит? Нет, это значит, что, например, у меня, я знаю, в понедельник, среда, четверг, пятница туристы. Или свои дела. Вторник свободный. Отлично. Вторник я могу работать, скажем так. Пожалуйста, дайте мне работу с 5 утра, не знаю, до 3 после обеда. Или дайте мне вечернюю смену, или такую. В Норвегии, как правило, минимум в моей фирме. Хроническая недостача водителей. И они всегда довольны, чтобы я что-нибудь взял и покатался. Вот и, в общем-то, вся история, что значит, авария в Норвегии. Тихо, спокойно, цивильно, без нервов. И, ну, как говорится, хоть нервов и нет, но мне лично было, естественно, неприятно, что я и автобус стукнул, и легковушки стукнул. И, вообще, это первая настоящая авария в моей жизни, хотя и не такая серьезная, ну, тьфу-тьфу, что была последней. Я, в общем-то, езжу довольно осторожно. И сколько тут у меня уже? С какого года? У меня права с 95-го года. И автобус я вожу уже, вообще, 12 лет. И, получается, примерно с 2010-го года, 2010-го, вот это первый раз. Ну, надеюсь, ролик был вам интересен. Вообще, если вам интересна тема автобусов, можете написать мне вопросы, и я с удовольствием продолжу эту тему, а то у меня только туристическая. И, да, могу ответить вам в письменном виде, или, если будет достаточно материала, можно будет записать, или, ну, настоящий ролик. Хорошего вам дня, и, да, наверное, не забывайте смотреть мои другие ролики. Автобус – это автобус, но я все-таки туризмом занимаюсь. Всего доброго, хорошего вам дня, настроения, и ездите осторожно. Пока.